Энергия природы уголь уступает место ветру и солнцу. Как в Казахстане идет переход от ископаемого топлива к ресурсам будущего? Ограничение потепления в 1,5 градуса возможно только в случае, если мы в конечном итоге прекратим сжигать все ископаемое топливо. От угля к солнцу. Как обеспечить светлое будущее национальной энергетики Казахстана? Сокращение выбросов метана. Это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Есть ли у Казахстана будущее без угля? Прогнозы экспертов. Применение угля, вот эти частицы ПМ-2,5, это очень большой вред для дыхательной системы. 70% производства электроэнергии приходится на уголь, и это серьезный урон для окружающей среды. Включаем экологику и пытаемся разобраться. Значительный экономический рост Казахстана за последние два десятилетия в основном за счет экспорта ископаемых видов топлива и металлов дорого обошелся окружающей среде. Объем выбросов парниковых газов в стране уже превысил уровень 1990 года и составил почти 400 миллионов тонн в год. Причем третий из них приходится на производство электроэнергии и тепла. За уголь цепляться, конечно, можно. И какое-то время уголь будет присутствовать в нашей жизни, в промышленности. Но тот же самый уголь – это углерод в твердом виде, то есть он отличается от нефти только отсутствием H2O. Поэтому нам необходимо все-таки рассматривать уголь, может быть, как источник для углехимии. То есть получение из него метана, получение из него аммиака, гелия, других веществ, которые мы можем как из источника сырья получить, но не как из источника сырья для получения тепла и электричества. Уголь по-прежнему один из наиболее вредных видов ископаемого топлива и считается главной причиной загрязнения воздуха в стране. В настоящее время Казахстан занимает 14-е место в мире по объему выбросов СО2. При этом концентрация вредных веществ воздуха зимой в столице, например, согласно Всемирному индексу качества воздуха, зачастую превышает допустимые нормы. Применение угля, вот эти частицы ПМ2,5 – это очень большой вред для дыхательной системы. Дыхательная система за собой тянет сердечно-сосудистые заболевания, заболевания внутренних органов и так далее. Мы просто над этим никогда не задумывались. Но если суммарно взять стоимость расходов на лечение, особенно после пандемии, вот такие осложнения, которые дает пандемия, сейчас, наверное, вот так надо рассматривать. Потому что, если комплексные затраты у человека, на семью даже посмотреть, с учетом стоимости отопления в отопительный сезон, это будут большие затраты. Отопительный сезон в Казахстане длится более шести месяцев. Сектор теплоснабжения является одной из основных причин высокой энергоемкости экономики и роста выбросов парниковых газов. И невозможно все время цепляться за старые продукты. Весь технологический уклад мира, он всегда строится на том, что какие-то продукты проходят свой этап использования. Раньше были дрова, потом появился уголь, после угля нефть появилась. Сейчас нефть сменилась газом. Возможно, газ сменится атомом, может быть, там, не знаю, какой-то еще новый объект, ну, точнее, водород уже вплотную приблизился. То есть человечество хочет прогрессировать, но в то же время жить очень комфортно, здорово. Объем выбросов казахстанского энергосектора около 24 миллионов тонн СО2 в год. При этом две трети котельных и систем центрального теплоснабжения используют уголь. Я не призываю отказываться от угля, нефти, газа, как от источников сырья. Просто надо технологии переработки, их совершенствовать и переводить в менее углеродное состояние, чтобы оно приносило меньше ущерба природе, людям в первую очередь для здоровья и, естественно, потом стране для ее экономики. И рассматривать альтернативы, не бояться уже эти альтернативы рассматривать в нашей энергетике, потому что, ну, нам уже деваться не будет. Надо сказать, Казахстан обновляет свой энергетический сектор в стране, развивает солнечные, ветровые и гидроисточники. Альтернатива есть, причем придумывать ничего не нужно. Международный опыт нам в помощь. Самое такое прогрессивное на сегодня на рынке, это, конечно, гелиоколлекторы. Ну, по гелиоколлекторам в северных регионах они показывают, что есть определенные риски. То есть где-то неправильный монтаж, где-то производство этих гелиоколлекторов требует такое очень качественное, чтобы оно было. Потому что при перепадах температур, возможно, там определенные риски поломок этих гелиоколлекторов. Но с точки зрения частного домовладения, это, конечно, если бы вот такие технические риски были бы сняты, они были очень удобные. Еще одна альтернатива пилеты – это гранулированный вид твердого топлива цилиндрической формы из прессованных отходов сельскохозяйственного производства в деревообрабатывающей промышленности. Легче, например, пилеты привезти к тем же самым социально уязвимым слоям, чем несколько грузовиков угля. И потом вывозить еще этот угольный шлам, да? Потому что мы сами знаем, его потом вывозить, не зная, куда его складировать, он потом пылью разносится по всем городам. Это куча вопросов постоянно. Помимо экологических преимуществ, отказ от угля также имеет экономические перспективы. Инвестирование в альтернативные источники энергии – это новые рабочие места развития инноваций и прогресс новых отраслей экономики. Государство в лице местных исполнительных органов должно быть заинтересовано. Мы когда-то предлагали нагрузить местные исполнительные органы в лице акиматов дополнительным KPI по экологии. Конечно, нас не поддержали, сказали, что вот им и так нелегко, им и так тяжело. Ну, какие-то KPI, может быть, надо убрать, а какие-то там, наоборот, оставить или эти KPI укропнить. Не надо там их делать 15-20 штук, а там надо оставить 5 штук больших. Политическая воля развития альтернативных видов энергии есть. Не так давно президент в очередной раз подтвердил желание Казахстана встать на зеленые рельсы. Мы присоединились к глобальному обязательству по метану. Это международная инициатива по сокращению выбросов до 30% к 2030 году. Сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу. Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку. Присоединение к этой инициативе дает Казахстану доступ к глобальной техподдержке и финансированию, а еще гарантию новых инвестиций в инновационные проекты. До сегодняшнего дня фактически действует канкунское решение. Это когда развитые страны должны в год мобилизовать 100 миллиардов долларов для поддержки климатических усилий в развивающихся странах. К сожалению, до этого времени эта цель не выполнялась. В этом году обещают, что 100 миллиардов все-таки будет достигнута цель. И на следующий год мы ожидаем гораздо более амбициозной цели, поскольку обеспечение транзита, согласно тому же самому глобальному подведению итогов, потребует до 2030 года порядка 5,8 триллионов долларов на все развивающиеся страны. Вот и в ООН не видят будущего за ископаемыми источниками энергии. В ближайшем будущем производить тепло и электроэнергию из угля станет совершенно невыгодно. По крайней мере в тех странах, в которых могут позволить себе выбирать. Ограничение потепления в 1,5 градуса возможно только в случае, если мы в конечном итоге прекратим сжигать все ископаемое топливо. Я призываю правительство помочь промышленности сделать правильный выбор путем регулирования, принятия законов, установления справедливой цены на выбросы углерода, прекращение субсидий на ископаемое топливо и принятие налога на непредвиденную прибыль. Как бы то ни было, отказ от угля в пользу альтернативных источников энергии становится стратегическим шагом для Казахстана. Нам надо стремиться не просто сокращать вредные выбросы, мы обязаны по сути создать эффективную энергетическую систему для будущих поколений. Самое время включать экологику. КОНЕЦ Продолжение следует...